Это называется щеки или челюсти. Это место, где зарезали эту корову. Место шхиты. Вот пищевод и трахея. Большое отверстие это трахея, малое. Это пищевод. Я спрашиваю, где она дышит и где она ест? Покажите. Это называется шляпка. Здесь она дышит. И здесь это трахея, где, говорит, горло, которая глотательное горло. Вот здесь, говорит, глотательное горло. Вот здесь она глотает. Через трахею она дышит, а через пищевод глотает, соответственно. А это язык этой коровы. Здесь он срезал кусочек языка для того, чтобы просолить хорошо. Здесь есть большие вены крови, которые он вырезает перед просолкой. Здесь достаем одну вену, с другой стороны другую вену. Ты их уже вытащил, я спрашиваю. Ты их выкинул. Отлично, говорю я сам. Перевожу себя тоже сам. Большое спасибо. И коин все это получал прямо так? И язык коина тоже получал? Вау. А это часть плеча, то есть первые передние ноги. Передняя нога, левая, правая. Правая. Правая передняя нога. Большое спасибо. И это мы сняли для того, чтобы есть понятие подарки для коинов. И сейчас вот Равблой, большое ему спасибо, он просаливает именно вот эту часть матнат кивна, подарки для коинов. И я задаю ему вопрос, почему ты забираешь это себе, ты должен дать это коину, это же подарок для коинов. В Торе написано, что ты можешь дарить, дарить по Торе. Он говорит, мне вернули их обратно, он подарил мне это обратно. А кто, говорит, коин, создает ему? Кто этот коин, которому ты это дал? Он говорит, как его зовут, где он его зовут. Где он живет, я говорю, ты знаешь, что это настоящий коин. А, окей. Мы с ним, мы обмениваемся с ним информацией про тех коин, которые мы знаем точно, что они коиним. А я говорю, что он потом тебе возвращает, задаю вопрос. Ты ему покупаешь это обратно. Я ему, Равблой говорит, что я ему, в принципе, хотел заплатить, но он не хотел брать. В наше время тоже есть обязанность давать подарки для коинов, вот эти вот рамки. Важно, он говорит, важно знать, кто был хозяином этого животного, когда ее зарезали. И я должен зарезать еврея, и она должна принадлежать еврею. Вопрос, кому принадлежала эта коровка. Кому принадлежала эта коровка в момент, когда ее зашхитовали. На самом деле, я говорю, что если сделали определенный момент приобретения, то, по мнению Рамбома, это помогает всегда. И поэтому, в принципе, эта корова принадлежала евреям, поэтому, по идее, нужно было дать подарки для коинов, которые написаны в Торе в главе Шуифтим. Написано в Торе, что нужно дать коину плечо, нужно дать коину челюсти, и коину нужно дать желудок от этой коровы. Так почему же мы не даем в наше время? По идее, по мнению многих мудрецов, нужно обязательно давать. И интересно, что в течение истории как-то эта заповедь ослабела, и поэтому, может быть, можно объяснить это тем, что коины в наше время, они только коины хазока. То есть неоднозначно, что они коины, мы только считаем их коинами, а здесь мы должны отдать от себя, и поэтому мы считаем, что мы не обязаны это давать, поскольку для имущественных вопросов нужно доказательство, что человеку это полагается. Но, в принципе, вполне возможно, что этого достаточно, того, как мы относимся к тому, что эти люди коины. Добрый день. Небольшое пояснение к видео про дары для коинов или подарки для коинов. Итак, в Торе написано, книга Шофтим, глава 18, пасук номер 3. А вот что полагается по закону коинам от народа, приносящий в жертву быка или барана, должен отдать коину плечо, челюсти и желудок. Тут говорится в жертву, но есть комментарий, и как бы закон таков, что даже будничное зарезание, не только жертвенное зарезание, требует от нас дать коину зроя лехаяем век иваш. Такое зроя – это передняя правая конечность, то есть плечо, здесь они переводят. лехаяем, имеется в виду щеки, дословный перевод «щеки», но на самом деле имеется в виду челюсти, включая язык. Раши говорит «включая язык». И кива – это желудок. Интересно, что Раши приводит, что этот подарок коины заслужили в заслугу действия Пинхаса. Пинхас, когда спас еврейский народ, он взял копье в руку, он помолился, чтобы Всевышний принял его ревность, и спас его, и он воткнул это копье во внутренности тех людей, которых он поднял на это копье. И поэтому, получается, вот это вот зроя, лехаяем и кива, за счет этого получили коины, вот этот подарок от еврейского народа, за то, что эпидемия, которая была, была остановлена Пинхасом, именно вот с тремя этими рукой, молитвой и четким попаданием во внутренности двух этих грешивших людей. Окей, теперь вопрос такой, в наше время что с этим делать? Актуальна ли эта заповедь вне земли Израиля? Спор мудрецов. По мнению большинства мудрецов, актуальна и вне земли Израиля. Она не связана как приношение трума и маосрод с землей Израиля. Она связана только с тем, что должна быть животное, вот эта скотинка, которую мы заряжаем, это не должна быть ни животное, ни олень, ни лань, а именно бычок, корова или барашек, и они должны принадлежать еврею, и должны быть зашхитованы евреи, зарезаны. Получается, что в земле Израиля, по всем мнениям, это нужно делать, и в наше время тоже, несмотря на то, что храма нет. Мы предположили, что возможно, поскольку коины, которые сейчас у нас, вокруг нас живут, неоднозначно, что они коины, у нас есть только сложившийся прецедент, мы считаем, что они коины, но мы не можем однозначно заявлять, что они коины, многих из них нет. Книги родословной, четко проследующая связь между ними и коинами до Аарона Куэна, или каких-то известных коиней. Поэтому можно предположить, что мы как бы в вопросах имущественных нужны четкие доказательства, которые доказывают, что тебе полагается. Раз все то время, когда не можешь доказать, что тебе полагается от меня какое-то подношение, приношение, я не обязан тебе его давать. Это одно объяснение, почему, может быть, в наше время это не так актуально. Второе объяснение, что на самом деле есть как бы такая практика делать договор, что определенные коины берут все подарки своего колена, которые, дары, которые им полагаются, и они как бы за определенную сумму они как бы их уступают обратно этому мясокомбинату, который их продает. Так Рыбанут пытается организовать, но как бы не везде это пока прижилось. Несколько у этого есть моментов. То есть, если мы сами решили, что мы даем определенным коинам все-все-все наши подарки за этих зарезанных животных, тогда биседер. Но как за нас может решить Рыбанут это сделать? В общем, это какой-то такой сложный момент. Вот этот, в этом плане, поэтому то, что сделал Равблой, он сам купил эту корову, да, эта корова принадлежала ему, плюс он сам взял все эти подарки для коинов, нашел конкретного коина, сказал ему, ты хочешь их взять? Он сказал их, не хочу. Что-то, я их не возьму. Но он взял, принял их и как бы вернул их обратно Равблой, который там их показывает нам в этом видео. То есть, в этом случае он решил все вопросы, потому что, в принципе, получается, если ты не делаешь все эти процедуры, ты как будто бы забрал полагающуюся коину часть этого животного, то есть, ты его как бы обокрал. Поэтому, говорит Равблой, я считаю, что, так сказать, обязательно нужно это делать. с его точки зрения, это один из плюсов, один из дополнительных каких-то преимуществ индивидуальной шхиты, которую он делает только для своей семьи, для своих друзей, что он, ну, потом об этом мы поговорим, просаливает мясо, и в данном случае он четко выполняет эту заповедь дать дары коину. Потом, может быть, этот коин может отказаться, это в мою пользу, это уже дальше его дело. Я могу ему заплатить обратно, чтобы у него выкупить, это его дело. Но, по крайней мере, этот момент, он, что называется, мессудар, то есть, он упорядочен, четко видно, как он это делает. Вот такая вот история. А что происходит в современном Израиле у нас сейчас с этим? Нужно полагаться на какие-то определенные моменты, о которых мы говорили. Этот вариант Равблой утверждает, что он лучше. Понятно, что, может быть, есть какие-то еще варианты. Большое спасибо.